Друзья, рада приветствовать вас на канале InvestFuture. Давайте поговорим о самых главных новостях, которые обсуждают на финансовых рынках в среду 2 октября. Первая тема, которую мне хотелось бы затронуть, это история с выходом Великобритании из состава Европейского Союза. Тема снова становится достаточно напряженной. В среду премьер-министр Британии Борис Джонсон, тот самый британский Дональд Трамп, как его называют, представляет в Евросоюзе свой новый план по выходу Великобритании из состава Европейского Союза. По его словам, это окончательный план. Если ЕС его не утвердит, то Великобритания будет покидать Европейский Союз без сделки. No deal Brexit. Ну и пока неизвестны все подробности предложения, которые сделает Британия своим европейским коллегам. Но понятно, что во главе угла будет стоять вопрос с Ирландией. Потому что я напомню, что у нас есть два субъекта. Это Северная Ирландия, которая остается частью Соединенного Королевства. И это Ирландская Республика, которая является членом Европейского Союза. И вопрос о том, как будут проходить границы и как будут выстроены торговые отношения. Так вот, в новом плане Джонсона предлагается не устанавливать таможенных пунктов на границе Северной Ирландии и Ирландии. И кроме того, создать единую зону стандартов для сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Также Джонсон говорит о том, что договоренности по границе должны обязательно подтвердить политики Северной Ирландии. И также Соединенное Королевство требует получить полную независимость в своей торговой политике после выхода из Европейского Союза. Вот больше деталей пока неизвестно. Но уже сейчас в Европейском Союзе раскритиковали предложение Джонсона. Сказали, что озвученный план не способен стать основой соглашения по Brexit. Конкретных деталей плана якобы пока неизвестно. И речь Джонсона, которая содержала вот эти программные пункты, носит скорее популистский характер, чем является каким-то реальным планом переговоров. В общем, история с Brexit пока, похоже, так и не приблизилась ни на шаг к своему завершению. Только наоборот, конфликт становится все глубже. И это, конечно, большая проблема для всей глобальной экономики в целом. Потому что Brexit и вся проволочка, связанная с ним, уже сейчас вредит и британской, и европейской экономики. Бизнес уже какой год живет в состоянии хаоса, не может строить долгосрочных планов, не может делать долгосрочных инвестиций. Потому что не понимает, как юридически будут выстроены новые торговые отношения. Это проблема. И это действительно один из факторов, который вредит мировой торговле и мировой экономике. Кстати, напомню, что до 31 октября по последним договоренностям Brexit должен совершиться. Со сделкой или без. Непонятно, будет ли новая отсрочка предоставлена Великобритании, уже какая по счету или нет. Еще, кстати, один интересный нюанс. После, по-моему, пресс-конференции, на которой Джонсон озвучил свои предложения, он куда-то спешил и нес в руке пластиковый стаканчик с кофе. И, представляете, его пресс-секретарь буквально у него вырвала этот стаканчик и сказала, берелей кофе в свою чашку Бориса, для того, чтобы не спровоцировать членов партии «Зеленых» на то, чтобы иметь какие-то претензии к Борису Джонсону и к его политическим сторонникам. Вот настолько важны экологические вопросы. Мне пока немножко трудно представить себе такие истории в России. Сюжет номер два. Норвегия распечатала свой нефтяной фонд из-за падения нефтяных котировок. Несмотря на атаку дронов, которую в Саудовской Аравии мы наблюдали в сентябре, резкий взлет цен. Сейчас они уже довольно стабильно держатся ниже отметки в 60 долларов за баррель. И эта цена почти на 12% ниже, чем заложенная в бюджет Норвегии. И, собственно, еще в августе страна обратилась к своим запасам. А я напомню, что суверенный фонд Норвегии крупнейший в мире и обладает активами более триллиона долларов. И тогда было изъято почти 550 миллионов долларов из фонда. Но, правда, нужно отметить, что больше 3% в год Норвегия не имеет права тратить. Минфин страны предупредил, что в текущей ситуации, когда поток от нефтяных поступлений снижается, вероятно, и дальше придется пользоваться денежными запасами. Ну и вот немножечко позже подоспела новость о том, что Норвегия рассматривает вариант продажи акций нефтяных компаний, которые там же в фонде страны хранятся. Возможно, продажи бумаг на 6 миллиардов долларов в портфеле 95 компаний, в частности, крупнейшие мировые, такие как Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, BP и многие другие. Поэтому очень интересно, как такие действия на нефтяном рынке отразятся. Но зато российский министр энергетики Александр Новак считает, что никаких проблем на нефтяном рынке нет. Нет, ситуация достаточно стабильная в плане динамики котировок. Правда, возможны черные лебеди, которые могут существенно повлиять на рынок. И министр также добавил, что на рынок влияют торговые войны и поведение одной большой страны. Она еженедельно объявляет о новых санкциях в отношении других государств, заявил глава Министерства энергетики. Я напомню, что теорию черного лебедя разработал Насим Талеб. У меня было отдельное видео о том, что это такое. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии, если хочется узнать или вспомнить немножечко больше о теории черных лебедей. Тема номер три. Приехала статистика от Центрального банка. Стало известно, что лидером по иностранным инвестициям, которые размещает Банк России, стал Китай. Это данные на конец марта 2019 года. И 13,4% российских золотовалютных резервов теперь размещаются в Китае. 65 миллиардов долларов из 400, почти 90 миллиардов. При этом большая часть активов по-прежнему остается на территории России. Более 18% или почти 90 миллиардов долларов. Они хранятся в монетарном золоте в хранилище Центрального банка. Оставшиеся активы, кроме Китая, хранятся также в Германии 13,2%, в Франции 11,6%, в Японии 10,2%, в Великобритании 5,9%, в Нидерландах 2,5% и в Канаде 2,3%. Я напомню, что вплоть до апреля 2018 года большая часть иностранных инвестиций ЦБ размещалась в Соединенных Штатах Америки. Однако затем в связи с ухудшением отношений Россия стала избавляться от американских госбумаг активно. И в настоящий момент США находится только на пятом месте в общем списке. Китай, интересно, что вышел на лидирующую позицию именно благодаря сокращению резервов, которые хранятся в Германии и Франции в сумме на 14 миллиардов. Это достаточно солидная сумма. То есть в абсолютном выражении, будем справедливыми, инвестиции Банка России в Китай не выросли. Они выросли именно в относительном выражении. Но так или иначе эксперты, конечно, с определенным скепсисом комментируют дедоларизацию и так называемый разворот России на восток. Потому что доля юаня в российских резервах действительно достаточно высока. При этом внешний торговый расчет в принципе этого не требует. Ну и в целом мы сейчас понимаем, что китайская экономика продолжает свою плавную посадку. Добивает ее торговая война. И мне кажется, не стоит ожидать, что юань как валюта будет укрепляться. Но понаблюдаем. Тема номер четыре. Во вторник рынки были расстроены данными о падении производственной активности в США до минимального уровня за 10 лет. Если в августе производственный PMI составил 49,1%, то в сентябре он упал до уровня 47,8%. Это худшее значение за последние 10 лет. Причем сокращение мы наблюдаем второй месяц подряд. Потому что все, что ниже 50, говорит о замедлении экономики. По крайней мере об ухудшении ситуации в данном промышленном секторе. Правда, аналитическая компания IHC Market выпустила свой собственный такой неофициальный индекс активности, который вырос аж до 51,1 пункта в сентябре. Но, тем не менее, в квартальном выражении все равно динамика этого индекса показывает худшие значения с 2009 года. Эксперты, которые комментируют эту статистику, говорят, конечно же, о торговом конфликте как об основной поречении. Скажите спасибо торговой войне, благодаря которой никаких улучшений в ближайшее время не предвидится. Говорят экономисты Pantheon Macroeconomics. Мы можем опуститься еще ниже. Такова реальность в условиях продолжающих торговых войн. Они повлияют на США, говорят в компании Invesco. Deutsche Bank. К замедлению экономики не видно конца. Риск рецессии реален. Мы видим в комментариях экспертов такую даже определенную тоску и пессимизм. В Штатах все плохо, но и в России также не лучше, потому что накануне был опубликован промышленный PMI по России, который также упал до минимального уровня с мая 2009 года и составил 46,3 балла по итогам сентября. Естественно, это все глобальная тенденция. Вот наконец-то приходят цифры, которые реально показывают нам, какие последствия оказывает торговая война на мировую экономику. Если раньше многим казалось, что это какая-то болтология, то сейчас по статистике мы видим, что экономики действительно начинают чувствовать себя все хуже и хуже. Ну и последняя, пятая тема. Московская биржа на своем сайте опубликовала данные о количестве новых инвесторов, которые присоединились к работе площадки в 2019 году. И с начала этого года на Мосбирже зарегистрировано целый 1 миллион новых инвесторов. Приток заметно ускорился даже по сравнению с 2018 годом, потому что всего за весь 2018 год к бирже присоединилось 700 тысяч новых игроков. То есть получается, что новички, которые пришли на биржу в 2019 году, это треть всех инвесторов на московской бирже. Всего там зарегистрировано 3 миллиона человек. Наибольшая доля – это инвесторы из Москвы, Московской области, Петербурга, Свердловской области и Башкортостана. Есть также статистика о том, какие инструменты чаще всего используют. Больше всего спрос на индивидуальные инвестиционные счета. Таких на данный момент открыто уже почти 1,2 миллиона. При этом в общем объеме торгов людей, вкладывающихся в акции, более 33%, биржевые фонды – 31,5%, облигации – всего лишь 8,7%. Интересно, что за первые три квартала 2019 года инвесторы купили корпоративных облигаций на 360 миллиардов рублей, а государственных всего лишь на 56. Вот такой вот любопытный момент. В целом, конечно, рост количества открытых счетов говорит о том, что низкие ставки по депозитам уже никого не устраивают. Люди ищут какие-то более доходные варианты. При этом брокеры, конечно, развиваются. У нас было видео о том, какие современные мобильные приложения предлагают российские брокеры. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Посмотрите, если не видели. И, конечно, это намного упрощает работу на рынке. Ну и плюс все-таки информация тоже становится намного более доступной. Аналитики Сбербанка, например, предполагают, что акции на Московской бирже могут подорожать на 17% до уровня 112 рублей за штуку. В частности, из-за роста активности и интереса к биржевым торгам. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что биржа зарабатывает на комиссии. И важно не столько количество счетов, сколько все-таки обороты. Этой статистики у меня здесь нет. Но, возможно, как-нибудь о ней мы с вами тоже поговорим. Друзья, я также хотела бы напомнить, что у нас на канале проходит в настоящий момент два конкурса. Это конкурс с вашими прогнозами по доллару. И это в книжной рубрике «Розыгрыш книги Якова Меркина. Правила бессмысленного финансового поведения». Я оставлю ссылки на оба конкурса в закрепленном комментарии. Пожалуйста, не забудьте поучаствовать, пока ваши ответы еще принимаются. А еще вчера случилась забавная история. Мне написал наш подписчик и рассказал, что краем глаза увидел, как часть репортажа с канала Инвестфьюча использовали в эфире РЕН-ТВ. Это достаточно забавно, потому что ребята с РЕН-ТВ, как всегда, очень профессиональны и умеют использовать информацию так, как им это интересно. Я подробно рассказала про эту ситуацию у себя в Инстаграме, в сторис. Можете подписаться и посмотреть. Ссылка на мой Инстаграм и на другие социальные сети есть в описании к этому ролику. Друзья, ну а я теперь уже с вами прощаюсь. Спасибо, что вы досмотрели до конца. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под видео, поделиться им с друзьями, подписаться на канал, нажать на колокольчик, писать комментарии по всем новостям, которые мы сегодня обсуждали. И спасибо, что вы с нами и нас поддерживаете. До новых встреч на нашем канале. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвестфьюча.